В сериале Нью-Йорк выглядит всегда таким красивым и солнечным. Тут уже такой момент, что ты хочешь видеть, то ты и видишь. Я вот по сути так и вижу Нью-Йорк, да, то есть этими какими-то дымовыми машинами, да, и все время в спешке, желтые такси, там встречи с друзьями, очень-очень живая ночная жизнь, да, то есть как бы это правда, действительно так оно и есть. Говоря сразу о двух вопросах, American Dream, да, и о стереотипах, вот мне кажется, что, кстати, самый распространенный стереотип – это американская мечта. Жертву ли я American Dream? Ну, наверное, я в какой-то степени тоже, да, потому что я приехала сюда с какими-то целями, за каким-то определенным успехом, и я должна признаться, что это просто нелегко быть под этим давлением, да, здесь столько людей, столько талантов. Я живу в Вильямсбурге, Бруклину, прямо вот напротив Манхэттена. Сразу знала, куда я еду. Это был этот район, у меня все друзья здесь живут, здесь самые классные рестораны, барчики. Вот Blue Bottle, здесь голубая бутылочка, тут прям самый-самый лучший кофе. Конечно же, в одном блоке от моей квартиры находится грузинский ресторан, который называется Cheese Boat, когда вот мне хочется обратно домой, потому что у нас в Киеве же грузинский ресторан на каждую вообще. Прихожу за Хинкали и захочу курить. Мой любимый барчик, вот прям самый классный коктейль-бар Дельмана, они вот буквально только открываются, поэтому еще никого нету, но тут всегда супер-бизи, здорово. Здравствуйте, как дела? Я сделаю небольшой эпизод о моих любимых местах в районе. Можно ли мы просто взглянем? Прекленно, спасибо. Вот правда, когда вот я увидела эту квартиру и подумала, так, это то, что я ищу. Я была супер-счастлива, когда я нашла именно эту, потому что вот мне есть столько characters, и мне здесь настолько комфортно, и я всю мебель собрала сама по маленьким кусочкам. И вот этот вот secretary, вот этот шкаф, я за ним поехала в Вашингтон. Это restoration hardware в Вашингтон и обратно, только ради этой штуки. Ну, мне кажется, что это такой прям мастер-пис, вообще, такой красивый, ты его можешь, получается, сложить, ну, и он полностью как чемодан, он на колесах. Мне кажется, такая у меня творческая атмосфера. Средины задних стоит прям посередине комнаты, мне сложно забыть, чем я хочу заниматься в жизни. Фотография в моей жизни играет вообще одну из самых важных ролей. Я изначально снимала все на камеру, больше как дневник, репортажи, моменты, которые я видела на улице. Какая-то камера, это всегда с собой. И я всегда интересовалась модой, и всегда вдохновлялась 90-ми, и своей мамой. Ну, и как-то так вот я и пришла к фэшн-фотографии. И я смотрю даже на моду, скорее, через призму фотографии, да, потому что для меня фото дает моде вообще какой-то смысл, да, в какое-то определенное время, да, в какой-то определенный момент. Самая большая страсть этой фотографии.